Всем привет, ребята! Я тут делал недавно у себя уборку среди вещей в шкафу и нашел вот такую вот маленькую коробочку. Это набор выживальщика с AliExpress. И я решил сделать на него обзор, посмотреть, что же там есть внутри и протестировать все эти вещи, насколько они полезны или нет. Итак, приступим. Во-первых, здесь вот такая вот инструкция на двух языках, на китайском и на английском. И давайте начнем по порядку смотреть, что же здесь есть и поглядывать в эту инструкцию. Итак, первое, это вот такая вот пила. Пила проволочная, ленточная, как она называется. Смотрите, на концах вот такие вот два колечка. Вот так вот на палец одеваешь и можно пилить. Обязательно ее протестируем. Так, сначала просто покажу, что здесь находится. Далее вот такой вот мультитул. Также рассмотрим, что у него здесь есть. Затем компас. Посмотрите, ребята, компас, чтобы вы не заблудились. Проверим, правильно ли он показывает. Далее вот такой вот свисточек. И не только, здесь внутри еще есть потайная секретная штуковина. Также рассмотрим. Далее вот такая вот штука для высекания искр и зажигания огня. Я не знаю, как это называется. Кресало называется, по-моему, правильно. Если неправильно, поправьте меня. И еще один вот такой вот мультитул в коробочке. Вот такая вот маленькая коробочка и столько всего здесь внутри поместилось. Ну что ж, давайте теперь рассмотрим каждую вещь по отдельности и проверим, насколько она может быть реально полезна. Итак, первым давайте рассмотрим вот этот вот мультитул. Что он из себя представляет? Это вот такие вот типа плоскогубцы, кстати, подпружиненные, что очень удобно. Ну, чувствуется, что такая, знаете, ну, надежная вещь, плотненькая. Что у нас тут есть? Плоскогубцы. Потом есть вот такая вот штучка, чтобы перекусывать что-то. Ну, проволоки у меня под рукой не оказалось. Давайте попробуем перекусить стяжку. Ну, стяжку перекусывает, то есть, в принципе, работает все. Все нормально, только маленький захват, что-то тоненькое можно. Так, далее что у нас тут есть? Фонарик. Единственное, что нет батареек, там такие маленькие таблеточки две. Фонарик есть. Затем, что у нас тут, смотрите, далее открываем ножик, обыкновенный ножик. С другой стороны у нас здесь открываем вот такая вот пилочка, кстати, довольно острая. Затем открывашка. Кроме того, здесь как бы типа мини-отверточка обычная, плоская. Ну, и здесь еще крестовая отверточка. То есть, вот такой вот довольно функциональный мультитул, как мне кажется. Далее, следующий предмет, это вот такая вот штука. Это, во-первых, свисток. Попробуем. О, громкий капец. И далее здесь еще есть секретная такая штучечка, когда вы откручиваете тайничок. Сюда можно спрятать, например, спички. Сейчас проверим, сколько сюда помещается спичек. Ну, либо, например, иголки. Так, ну, пять спичек я сюда засунул, в принципе. Ага, смотрите, по длине не влезают. То есть, нужно их немножечко подрезать. Тогда можно реально засунуть пять спичек. Ну, мало ли, вдруг надо там отсыреет. Здесь резиновая прокладочка. Зажали, и ничего туда не попадет. Ну, свисток громкий, есть. Далее, компас, как раньше говорили. Или компас. Ну, смотрите, показывает в одну сторону, но у меня что-то терзает смутное сомнение. Мне кажется, что север не там, а там. Знаете, что может быть? Он очень долго лежал в металлической коробке и поэтому испортился. Немного у него сбился магнит. Ну, не знаю, насколько это полезно. Это так, знаете, чисто по приколу, мне кажется, больше. Далее, вот эта вот штуковина кресала. Смотрите, то есть, сама вот эта вот штука, которая издает искру. И вот эта металлическая штуковина. Ничего не происходит. Знаете почему? Потому что нужно делать металлом по металлу. А здесь эта штука покрашенная. Так, я взял немножечко напильником здесь, убрал краску. Давайте проверим. Не-а, не получается. То есть, эта железка не подходит. Я думаю, что лучше всего подойдет обыкновенный нож, желательно острый. Давайте попробуем. О, смотрите, искра реально есть. Я вот выключил свет, чтобы было лучше видно. Видите? О-хо-хо, нормальненько. Ну что, попробуем при помощи этой штуки разжечь огонь. Так, давайте возьмем вот эту крышечку. Так написано в инструкции. Возьмем ватку. Вот так вот ее распушим, чуть-чуть положим сюда. Подготовим бумагу. Ну и сейчас попробуем, как думаете, получится у меня что-то или нет. А ну, делайте ставки. О-о-о, горит. Ребята, ребята, смотрите. Мы получили огонь. Ребята, я в шоке. Вот так вот, вот так вот, ребята. Ладно, пускай догорит. Но чтобы ее потушить, нужно вот так и накрыть, и все. Ну, это классно. Получили огонь, так что реально полезная штука. Вот эта вот вещь точно полезная и работает. Далее переходим к вот этому интересному мультитулу. Вот так вот он выглядит, сделан из металла. И, как утверждается, здесь 11 разных вещей в нем собрано. Первое, что здесь есть, это нож. Вот он. Вот давайте возьмем довольно толстая веревка. Попробуем ее перерезать этим ножом. В принципе, режет. Вторая позиция, это якобы вот эта отвертка. Ну, в принципе, можно что-то открутить. Но если ваш болтик, гаечка находится вот так вот, видите, в углублении, то вы уже ничего не открутите. Так что так себе. Далее линейка. Ну, давайте проверим с обыкновенной линейкой, сравним. Ну, в принципе, да. 4 см и довольно точно. Так, четвертая позиция. Это вот такой вот типа транспортир, мерять углы. Ну, не знаю, насколько это вообще полезно выживальщику, но пускай будет. Далее у нас пятая позиция. Это вот такой вот двухпозиционный ключ. Ну, то есть сюда вставляется какая-то гаечка по размеру и можно что-то откручивать. Здесь вот, это двухпозиционный, здесь четырех. Раз, два, три, четыре позиции. То есть, вот видите, два ключа. Далее вот такая вот длинная штуковина. Я долго думал, что это, а потом нашел информацию, что это для откручивания вот таких вот барашков. То есть, как бы одеваете и прокручиваете. Кстати, вот я нашел барашек, чтобы вы понимали, что это я имел в виду. Вот так вот вставляется и просто прокручиваете и откручиваете. Но если вдруг у вас попадется вот такой вот барашек, то вы уже не открутите, оно просто сюда уже не пролезет. Вот так вот. Далее у нас идет вот такая пила. Сейчас проверим, как она пилит. Я взял вот такую вот не очень толстую планочку. Сейчас попробуем ее распилить. Ну, в принципе, пилит, вы знаете, но усилия нужно очень-очень сильно прилагать, потому что держать эту штуковину неудобно. Ну, вот смотрите, я в принципе вон пропилил, так что пила работает. Может какую-то, я не знаю, тюремную решетку перепилить можно. Далее, следующая вот эта вот штуковина, это открывашка для вот таких вот бутылочек. Здесь все просто. Раз и открыли. Ну, а это уже открывашка для консервных банок. И я не знаю, получится сейчас что-то открыть или нет. Сейчас попробуем. Так, надеюсь, я правильно делаю. Вот таким вот образом нажимаем сюда. О, смотрите, открывается. Ну, конечно, не так быстро, как хотелось бы, но вот так вот по чуть-чуть, по 5 миллиметров. Опа-ча, и открыли баночку со сгущеночкой. Да, так что все работает открывашка, прикольная. Так, ну что, ребята, мы рассмотрели все, нет, не все, 10, 11. Это вот эта вот дырочка, видите? Это, оказывается, дырочка, чтобы повесить на ключи. Они тоже это вписали как 11 функция, ну, китайцы дают, конечно. Ну, на ключи я бы вешать не стал, потому что он у вас где-то в кармане все вам порежет и куртку порвет. А положить, например, в кошелек, то как бы да, довольно, в принципе, полезная штуковина. И последнее, что у нас еще осталось из этого набора, это вот такая вот пила проволочная, или как ее правильно назвать, напишите в комментариях, кто знает. Я бы назвать ее, не знаю, проволочная пила. Вот так вот она выглядит вблизи, какая-то крученная-перекрученная. И сейчас мы проверим, реально ли что-то распилить этой пилой. Так, давайте посмотрим, что у нас тут пишет инструкция. То есть можно это делать либо самому, либо вдвоем вот так вот тянуть. Я хочу попробовать сделать вот такую вот штуковину. Для этого мне понадобится ветка. Итак, я сбегал в ближайший лес и нашел там вот такую вот ветку. И сейчас попробую сделать так, как нарисовано в инструкции. Прицеплю один конец пилы к одному концу ветки, затем согну эту ветку, ну, как лук, и прицеплю второй конец пилы. Вот такая вот конструкция у меня, ребята, получилась. И можно попробовать что-то нею отпилить. И попробую я отпилить вот такой вот брусочек. Так, фокусируйся. Значит, смотрите, 50 на 25 мм. Ну, такой вот сосновый, довольно толстый брусочек. Итак, кстати, можно поставить таймер, чтобы посмотреть, за сколько у меня вообще это получится. И получится ли у меня это сделать вообще. Так, включаем таймер и пробуем отпилить. Ну, что-то пилится. Так, что у нас там по времени? Что-то отсвечивает там. 54 секунды я уже минуту почти пилю, но что-то не сдвигается. Не, ну как, сдвигается, смотрите, сколько я уже пропилил. Ну, блин, ребята, это тяжко, конечно. Хух, ребята, честно говоря, я подзадолбался. Полторы минуты я пилю. Ну, смотрите, как я пропилил уже. Ну, минут 5, наверное, мне нужно будет, чтобы его распилить, вот это вот бревно. Ну, давайте сравним, если я возьму обычную вот такую вот ножовочку, за сколько я вообще это дело отпилю. Сейчас проверим. А, что такое? Смотрите, какое-то дурацкое. Что с ним не так? Да, 20-30 секунд. Ну, какое-то твердое попалось. Попалось это бревно. Не бревно, а доска. Ну, что же, ребята, вот такая вот пила. В принципе, как вы поняли, она пилит. Ну, если сравнивать с вот этой, то эта, конечно, пилит в 10 раз быстрее. Но у этой есть неоспоримый плюс. Она очень компактная, можно просто ее положить в карман, ну, либо же держать вот в этой вот коробочке. Очень компактная штуковина и рабочая. Вот такой вот набор выживальщика с Алиэкспресс мы сегодня протестировали. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что из этого вам понравилось больше всего, что вы считаете самое полезное, а что бесполезное. Ну, и, конечно, ставьте лайки. А я с вами прощаюсь. На сегодня все. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok